Еще мне хочется сказать о том, что наиболее уязвимыми мы становимся вследствие усталости. Когда мы устаем, как эмоционально, так и физически. Когда у нас действительно висят какие-то проекты, какая-то тяжелая стрессовая нервная работа. Или просто, вы знаете, я не знаю, конечно, может быть Новый год и вся вот эта вот история, это все вымышленно и не факт, что вот Новый год заканчивается, точнее Новый год приходит именно там 1 января и Старый год заканчивается 31-го. Это люди придумали, скорее всего, это работает так просто вот, ну, потому что мы так сами придумали. Вот, но все равно я как-то, не знаю, опять-таки оправдывая свою какую-то слабость, я верю в это, что вот, ну, есть год, есть некий этап, некий отрезок временной. И к концу года оно так испокон веков было, во всяком случае, в моем случае, я чувствую вот какой-то уже небольшой упадок. То есть, ну, с одной стороны, как бы можно оглянуться на прожитый год и отметить что-то, да, и эта калькуляция, она в любом случае положительная, да, то есть ты анализируешь, что ты сделал за этот год, что бы ты хотел сделать в следующем году, строишь какие-то себе планы, вот, и в этом нет ничего плохого, да. Но в то же время я сам на физическом и на эмоциональном уровне чувствую, что я подустал. И вот я могу сказать, что я проанализировал моменты, в которые мне действительно, в мою голову начинают закрадываться мысли про курение опять, когда я чувствую себя усталым, когда я чувствую себя истощенным, когда мне что-то надоедает, да, и тогда я действительно опять начинаю прокручивать какие-то мысли, как некую альтернативу вот тому, что можно из этой какой-то рутины, из этого замкнутого круга и дня сурка выбраться. Но это совершенно не тот способ работы с усталостью, да. Давайте не будем забывать про то, что если мы очень сильно с вами устали, нам не обязательно напиваться или накуриваться до отключения сознания, чтобы проснуться наутро с похмельем, тупым, но счастливым, да, как это часто мы с вами любили делать, да. Многие из вас, я думаю, понимают, о чём я говорю, когда действительно ты вот и устал, ну вот сложный период жизни, может быть, в отношениях там с друзьями, там с любимым человеком происходит, какая-то ерунда, или с родителями работа, институт, там школа, всё, что угодно может быть, человек эмоционально истощается, да. Давно не было каких-то ярких впечатлений. В России это вообще зима, например, да, которая высасывает просто, как Дементор из Харри Поттера из тебя все силы, и ты просто вот, ну, выжатый, как лимон ходишь, да, вот просто перебежки осуществляешь там из пункта А в пункт Б, и как будто бы не проживаешь жизнь в полном её значении, в полном её понимании, да. Эта усталость и побуждает нас, честно говоря, закрыться немножко, погрузиться в себя опять, прибегнуть там к каким-то стимуляторам, допингу, наркотикам и так далее. Давайте не забывать про сон, ребята. Я искренне рекомендую вам, если у вас сейчас только начальный этап отказа, ваш организм перестраивается, давайте вашему организму больше витаминов, да, больше фруктов ешьте, апельсины, вот, например, витамин С, апельсины, лимоны, там, не знаю, лаймы, пейте чаёк, например, горячий, если холодно, с лаймом, ешьте мёд, давайте организму больше витаминов, и если чувствуете, что в середине дня, например, вы устали, и вам хочется поспать, это верный способ отключить свои мысли бесплатно, да, за сон не нужно платить, не нужно идти покупать алкоголь, чтобы отключить мысли, а достаточно всего лишь лечь спать, и у вас нет похмелья после сна, и вы восстанавливаетесь, да, то есть иногда мы сами не понимаем, что происходит с нами, вот мы живём там, мне вот 27 лет сейчас, да, но иногда у меня складывается полное ощущение, что я вообще себя не знаю, что я не знаю, как с собой управлять, как с собой взаимодействовать, что лучше для меня. Иногда мне кажется, что там, ну, хорошо, благодаря этому году, я в прошлом видео говорил, я изменился, я действительно некоторые вещи в себе преодолел, но раньше я не знал, как преодолеть стресс, как преодолеть какие-то панические атаки, вот, что иногда достаточно просто помедитировать, попеть звук ом, знаете, вот звук ом, ом, просто берёшь и поёшь его, кажется, это сущая чушь, да, сущая глупость, ну, как это может мне помочь? Берёшь, поёшь этот звук, вот едешь за рулём, стрессовое какое-то мероприятие у тебя, например, да, или ещё что-нибудь, едешь за рулём, пробка, ты опаздываешь, и начинает нервяк тебя просто распирать, берёшь и поёшь ом, вот реально 10 минут, фокусировавшись на дыхании, поёшь так, чтобы у тебя резонация по всему, по всему лесу началась, да, то есть ты поёшь ом, у тебя вот здесь начинает резонировать вибрации в нос, идут в лоб, вся вот эта вот часть лица начинает остановиться активной, да, 10 минут глубокого дыхания и пения вот этого вот звука ом, ты чувствуешь себя уже намного спокойнее, и ты не чувствуешь уже нервяка, и ты не чувствуешь, что вот ты очень переживаешь там по какому-то поводу, у тебя какое-то приходит расслабление, в прямом смысле, расслабление, не то расслабление, когда мы с вами нахреначимся до полусмерти, да, и нас тащат домой там, или мы обкурены так, что мы уже двух слов связать не можем, и уже просто думать больно, как у нас было принято говорить, описывать это состояние раньше, вот реально накуривались так, что думать больно было, вот. Вот, медитации, пение мантр, сон, прогулки на свежем воздухе – это отличное лекарство против усталости, против эмоциональной и физической усталости, да. Иной раз кажется, что вот я должен идти к психологу, или я должен пить антидепрессанты, или у меня такие сложные, нерешаемые проблемы, это взрослая жизнь, она кажется сущим адом, и тут маленький ребёнок, который живёт внутри каждого из нас, он страдает и плачет, ему тяжело, он устал от этого дня сурка, он устал от этой гонки, от этих заработков, денег постоянных, от этих всё время нехватающих денег, да, от этих долгов и какого-то невыполненного постоянно, то есть постоянно просранных сроков и так далее и тому подобное. И мы теряемся, мы теряемся, мы в какой-то момент перестаём понимать, что действительно всё просто, что действительно всё не так сложно, как мы сами привыкли считать. И вот эти вот элементарные действия, да, такие как, например, вот пение звука Ом, или просто пение мантр, например, берёшь на Ютубе, включаешь Mediterranean Music, да, или там, не знаю, Чакра Чант, например, да, ну, о чакрах, о наших эмоциональных, о наших, как бы правильно дать определения чакрам, чтобы не вызвать Батхёрд в комментариях. В общем, чакры – это наши энергетические центры, да, вот в восточной философии, в восточных учениях. Считается, что у нас есть семь чакр, которые распределены по нашему телу. Сейчас я все чакры перечислять не буду, вот, потому что не помню всех их названия наизусть, к своему сожалению, вот, но если какая-то из чакр, если какой-то из энергетических центров заблокирован, да, то мы не проживаем полноценную, полноценную, достаточную жизнь, скажем так, да. В это можно верить, в это можно не верить, с этим можно быть согласным и не согласным, до того момента, как ты не попробуешь просто взять, например, помедитировать, да, или взять, например, вот, почитать немножко про эти чакры и попробовать сделать массаж внутренней чакры, да, то есть прям, ну, вот, начнем, допустим, с корневой чакры, которая находится в области живота, это первая чакра. Берешь, например, чувствуешь нервяк, чувствуешь сомнение, усталость, истощение там и так далее и тому подобное, да, неуверенность в себе и в окружающем мире и в завтрашнем дне. Запускаешь обе руки в себе прям в живот туда глубоко, чтобы прям органы достать свои, да, и начинаешь себя массировать, начинаешь себя массировать, и кровь начинает разгоняться, кровь начинает поступать, циркулировать по всему организму, таким образом ты устраняешь какой-то блок, и у тебя энергия начинает циркулировать. Лучшим образом ты начинаешь себя чувствовать лучше, ты начинаешь, у тебя повышается настроение, повышается работоспособность, креативность и так далее и тому подобное. Пожалуйста, не верьте мне, я несу чушь, окей. Вы можете этому не верить, просто попробуйте, просто проверьте это. Если вы это проверите и скажете, что это не работает, напишите мне в комментариях, что, дружище, ты нам втираешь дичь, это всё не работает, этого всего не существует, что за чушь ты несёшь. И это будет вашей правдой, и вы совершенно имеете право на свою точку зрения и на то, чтобы верить мне или не верить. Но на своём личном опыте я выявил, что когда мы не уделяем достаточно внимания нашим энергетическим центрам, не уделяем внимания сну, да, то есть мы ложимся спать поздно, просыпаемся поздно и с большим трудом, и весь у нас день какой-то разбит, режима нету, питание чёртом никакое, пьём по 40 чашек кофе в день, да, и вот вся жизнь это какая-то борьба просто, борьба с реальностью, да, то есть мы всё время на каком-то нервике, нас всё время что-то мучает, гложет, мы не чувствуем вот этой гармонии, не чувствуем спокойствия, которого так хотелось бы достичь, но мы совершенно не знаем как. Вот, ребята, я вам сейчас говорю, как это всё можно достичь. Мало-помалу, потихонечку, шаг за шагом мы можем сделать себя спокойнее, да, мы можем успокоить свои мысли, успокоить своё физическое тело, да, это всё взаимосвязано на самом деле. Я в это искренне верю, для меня это, например, всегда работало и работает, да, то есть мы не просто есть тело, мы не просто есть физическое тело, организм, а мы есть нечто большее. Я с самого детства в это верен, и я на 100% уверен, что это так. Но опять-таки, кто-то может считать иначе, я никого не осуждаю, ни с кем не намерен вступать ни в какие споры, это всего лишь моё мнение. И иногда самые простые действия такие, как просто сон дневной, да, или, например, пораньше лечь спать, хорошо проветрить помещение перед сном, да, то есть чтобы выключить все девайсы, выключить все ноутбуки, все телефоны, не спящий режим, а именно выключить. Будильник, пожалуйста, ребята, закажите, купите себе будильник за 30 рублей, там, не знаю, за 60 рублей, просто купите себе отдельно будильник, если вам нужен телефон, если, точнее, у вас будильник на телефоне, и вы не можете встать без будильника. Купите себе будильник и выключайте на ночь все электроприборы, чтобы ничего не лежало под ухом, рядом, вообще из комнаты всё выносите. Проветримое помещение, вложитесь пораньше спать, высыпаетесь перед сном, не ешьте острый, солёный, жирный, жареный пищи, да, старайтесь, чтобы между последним приёмом пищи и сном прошло 2-3 часа, да, больше пейте воды, то есть, ну, я слышал, что надо выпивать в день около 3 литров воды, да, я думаю, что отнюдь не каждый, наверное, вообще далеко не каждый из тех, кто смотрит это видео, выпивает хотя бы литр воды в день. Это тоже очень помогает, это прочищает наш организм. Мы очень любим кофе, мы очень любим чай, мы готовы там стоять в очереди за кофе, платить деньги за него, а на самом деле нам нужно пить всего лишь воду. Вода нас делает действительно, промывает буквально всё в нашем организме, и чем чище организм, тем, чем менее зашлакован он всяким говном, да, таким как фастфуд, жареная, солёная, острая пища, алкоголь, никотин, трава в том числе, да, тем легче мы себя чувствуем, тем больше это состояние напоминает состояние вот ребёнка, когда вот у нас была куча энергии, мы бегали, движущничали, тусовались, у нас всё было клёво, и мы считали, что так будет всегда. С годами мы сами себе в каком-то смысле начали рыть могилы, да, мы сами начали зашлаковывать себя. Никто не покупает нам этого, никто не приносит нам и говорит, на, 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 принимает, мы сами, сами ответственны за свои поступки, сами зарабатываем деньги себе на это, сами идём это покупаем, сами это употребляем, сами мучаемся утром с похмельем, сами чувствуем тяжесть, сами не можем встать с кровати, постоянно чувствуем недостаток сил, недостаток энергии, всё потому что мы очень далеко, очень сильно ушли от своего первозданного состояния, состояния от состояния, когда всё нам по плечу, всё по зубам, мы со всем можем справиться, у нас не существует просто в жизни вещей, которые бы мы не могли преодолеть, да, то есть, когда ты чувствуешь, что ты защищён, когда ты чувствуешь, что природа, вселенная, всё это живое, что мы вокруг видим, что всё это на твоей стороне, ты часть этого общего целого, ты маленький винтик в этом огромном механизме, и этот механизм работает идеально, и ты выполняешь свою функцию, как и любой другой человек, и любое другое живое существо, и всё это находится в божественном каком-то порядке, в божественной гармонии, и ты чувствуешь, что что бы с тобой ни случилось в этой жизни, попал там, не знаю, в аварию, там, не знаю, что-то сломалось, там, вот, ну, всякое может быть, да, денег нет, ты знаешь, что это часть какого-то замысла, что это в твоей жизни существует для того, чтобы преподнести тебе какой-то урок, чтобы ты стал сильнее, ты стал умнее, ты стал выносливее, да, не что вся жизнь это большая несправедливость, что всё, что не происходит, всё как-то вообще, что вот есть какая-то судьба, да, есть какие-то знаки, символы, вот, и мы ни на что не можем влиять, всё предначерчено и так далее, и тому подобное, нет, ни в коем случае, да, мы сами вот каждую секунду нашей жизни мы принимаем то или иное решение, да, решение, которое нас приведёт сюда, или приведёт сюда, или сюда, или сюда, то есть пространство вариантов, этих вариантов много, и, к сожалению, на нас лежит ответственность, или, к счастью, выбор этих вариантов, да, если мы сегодня выбираем, я пойду займусь спортом, да, я не пойду, не куплю себе очередную бутылку пива, или не выкурю очередной косяк, я пойду побегаю лучше 20-30 минут вокруг дома, там, не знаю, или в парке, или я там завтра куплю абонемент в тренажёрный зал, или я возьму и прочитаю какую-нибудь книгу, вместо того, чтобы смотреть, залипать там, не знаю, телевизор, да, мы формируем, формируем, формируем свою новую реальность. Реальность выстраивается не в одночасье, да, то есть если мы всю жизнь колдырили, если мы всю жизнь сидели на диване, ничего не делали, как бы, да, палец о палец не ударяли, с чего вдруг в нашей жизни должны происходить чудеса, с чего вдруг должно что-то действительно волшебное происходить, но если мы чувствуем в себе решительность, чувствуем в себе желание что-то изменить, поверьте мне, ребята, я думаю, вы сами это знаете, жизнь пойдёт вам навстречу, да, жизнь сделает всё возможное, чтобы вы преуспели в своём решении, потому что вы всегда знаете, какое решение верное, какое решение органически правильное, а какое решение губительное и ведёт к плачевным результатам. Поэтому по традиции подведём итог этого видео. Что мне хотелось сказать в этом видео, что зачастую, да, нам совершенно не обязательно покупать снотворные, покупать антидепрессанты, обращаться к помощи психологов, там, врачей, да, и вот жаловаться на свою жизнь, потому что первое, что нужно сделать, это принять на себя ответственность за то, что мы сами привели себя и свою жизнь в такое вот положение, что мы сами ответственны за то, что происходит в нашей жизни. Как только ты берёшь на себя эту ответственность, больше некого винить, больше не на кого ссылаться и говорить, что, ой, ну вот у меня родители там бедные были, да, вот если бы они были богаче, то я бы там преуспел, то я бы учился там в более престижном вузе, моя жизнь сложилась бы иначе. Нет, ты хоть сейчас можешь всё изменить, вот прямо сейчас, вот в данную минуту, всё в твоих руках, и ты единственное живое существо, ответственное за свою жизнь, да, это первое, что надо выяснить и для себя уяснить. Второе, это надо принять за правду тот факт, что у нас есть проблема. Мы с вами курим траву, да, или курили траву и пытаемся бросить. С одной стороны, это проблема, неприятная проблема, которая изменила сильно нашу жизнь, с другой стороны, это прошлое, которое уже не имеет влияния сегодня, не имеет власти над тобой. Прошлое случилось, всё, оно осталось в прошлом. Вот есть сегодняшний день, и каждый новый день мы принимаем решения, которые ведут нас по тому пути, или по другому пути, или по третьему пути, да, то есть, каждое принятое нами решение формирует наш путь. Это как вот зажигалка, которой мы освещаем дорогу, ту дорогу, или иную дорогу, или третью дорогу. И как только мы начинаем действительно осознанно выбирать наш собственный жизненный путь, всё становится кристально чистым и понятным и ясным, да, то есть, исчезают сомнения, исчезают какие-то неразрешённые моменты, мы просто знаем, что вот мы идём по правильному пути. Чувство защищённости, да, важно выяснить, что мы защищены самой жизнью, мы защищены самой природой, самой энергией, из которой, собственно, и соткан этот мир замечательный, в котором мы живём, что всё происходит по расписанию, да, тоже пример, который я уже, кажется, приводил, когда мы едем в поезде или летим в самолёте, мы не спрашиваем у кондуктора или машиниста, или у пилота каждые 30 секунд, правильно ли мы летим, в правильное ли назначение, вовремя ли мы приедем, да, мы сидим и расслабляемся, многие из нас подбухивают, да, когда мы летим на самолёте, например, вот, то же самое с жизнью, да, вот всё происходит чётко по расписанию, случилось это сегодня, значит, этому было место и время случиться, значит, в конце концов, мы сами с вами мыслями, действиями в прошлом побудили вот это событие сегодня произойти, мы сами ответственны за это, это наша компетенция, никто, даже если в тебя чувак на полной скорости сзади вписался на машине, значит, ты сам создал обстоятельства, в которые вот так всё произошло, когда ты это принимаешь, ты понимаешь, что некого винить, что нет виноватых, есть только ты, твоя жизнь, и ничего не заканчивается, да, и нет ничего критически страшного, сложного, настолько всего плохого и плачевного, что уже ничего нельзя изменить, всё можно изменить до тех пор, пока ты не накрыт крышкой гроба, да, такая цитата есть, так что, если хотите что-то изменить, я верю, что каждый человек может саккумулировать в себе достаточное количество сил, чтобы начать эти изменения прямо сегодня, прямо сейчас, и сделать свою жизнь лучше, и сделать свою жизнь такой, какой вы сами хотите её видеть, и последнее, о чём хотелось бы сказать, повторить, да, подвести итог, это практики отдыха, сон, медитация, пение мантр, пение звука Ом, прогулки на свежем воздухе, хорошо проветриваемое освещение с тёмными шторами, да, когда мы спим, прогулки перед сном, я уже сказал, да, то есть хорошо проветриваемое помещение, выключили всю электротехнику, легли лечь пораньше, поели за 2-3 часа, не самой тяжёлой пищи перед сном, никаких триллеров, там, не знаю, боевиков, ничего такого, что может накануне вашего сна потревожить вашу психику, да, то есть подготовить себя максимально ко сну, чтобы лечь, выспаться, расслабиться, отдохнуть, проснуться, и с новыми силами, с новыми убеждениями, с широкой улыбкой на лице, встретить новый день, и уже тогда точно не будет сомнений, и даже если они будут, они будут как маленькие комарики, знаете, они не съедят вас полностью, они не заставят вас взять и опять что-то сделать нехорошее, да, вы просто, как мыс, как облако, оно проплывёт в вашей голове, там, прожужжит у вас над духом, да, вы это всё вот так отмахнули рукой, всё, там, я знаю, что я делаю, у меня всё схвачено, у меня всё на чайку, у меня замечательно прекрасная жизнь, которую я, между прочим, сам построил для себя, я никому не обязан, ну, я обязан родителям, да, родителям, что я появился на свет, но вот эта жизнь, с вот этим вот порядком определённым, да, с вот этими определёнными ценностями, я сам король своей жизни, я сам начальник своей жизни, да, я сам всё выстроил в таком порядке, в котором мне вот показалось правильным, И вот всё существует в этом замечательном божественном порядке. Я желаю вам удачи, ребята. Пожалуйста, надеюсь, то, что я сказал, то, что я посоветовал вам, поможет вам действительно чувствовать себя лучше на этапах отказа, потому что это важно, это важно. Да, ещё витамины, я вот забыл про них сказать. Витамины, фрукты, можно попить отдельные витамины, можно есть просто больше фруктов. То есть перестраивайте свои привычки, перестраивайте питание, раньше ложитесь спать, смотрите меньше чуши по телевизору, занимайте свой мозг чем-то полезным, чем-то действительно образовательным, чтобы вы с каждым днём изучали что-то новое, становились лучше себя вчерашнего, становились умнее, выносливее. И тогда, я на 100% уверен, всё это останется в прошлом, все эти наши эксперименты с наркотиками, и мы уже больше не вернёмся к этому, уже просто больше не будет нужды к этому возвращаться, потому что уровень и качество жизни, в которой мы будем с вами жить, оно будет настолько высоким, настолько классным и приятным, мы настолько будем это ценить и дорожить этим, что просто это будет поступок глупца, опять вернуться на прошлые пути. Поэтому, ребята, вера, надежда, любовь, я вас верю, мои замечательные дорогие друзья. Если у вас есть что сказать, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, пишите в комментариях, обязательно пообщаемся, равно как я со всеми из вас с удовольствием пообщаюсь личным образом через соцсети, такие как WhatsApp и ВКонтакте. Рассказывайте мне, что с вами происходит, что вас беспокоит, и вместе мы с вами обязательно решим эту проблему. Любовь. Пока.